Уважаемые коллеги, время идет неумолимое и сегодня мы с вами собрались на наше пленарное заседание, вчера его предшествовало заседание проблемной комиссии по эпидемиологии. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы обсудить те животребляющие вопросы, которые стоят перед системой высшего медицинского образования. Конечно, если смотреть с исторических позиций, позиция 75, это срок, может быть, небольшой, но если рассматривать позиции приемственности к вопросу преподавания, то мы с вами ведь за последнее время пережили уже два государственных образовательных стандарта. И сегодня Российская высшая школа стоит на пороге двух событий, которые продиктованы большей частью интеграции нас в международное образование и пространство. Это болонский процесс. И самое главное, конечно, нам не так много времени отведено, чтобы перейти с государственных образовательных стандартов второго поколения, по которому мы сегодня работаем, на государственные образовательные стандарты третьего поколения. И это не просто чисто механический переход, а это переход, который продиктован жизнью теми объективными реалиями, в которых мы с вами живем. Мы с вами стали свидетелями того, что коренные изменения наступили и в самой службе. Она сегодня уже даже называется по-другому. Сфера ее деятельности значительно расширилась. И вы посмотрите, сегодня, пожалуй, только ленивый, во всяком случае, не встречает и на страницах прессы, и в интернете, и по радио, и по телевидению. Вот я вчера в интернете прочитал, что Геннадий Григорьевич Анищенко приглашает даже уже в Думу, чтобы еще раз отчитаться о тех делах, которые проводит организация, инвеструктура, которую он возглавляет. Ну и я должен сказать, может быть, нет дыма без огня. Почему? Потому что, если мы будем откровенны, то, конечно, гневологическая ситуация в стране, мягко говоря, оставляет желать лучше. Потому что то, что было заложено нашими предшественниками, во многом сегодня утеряется. И если мы с вами имели единую систему подготовки кадров, схемы лечения пациентов, организации санитарно-пенемиологической службы, правильнее сказать, санитарно-пенемиологическое благополучие страны, то сегодня, в результате того, что сегодня эти системы работают в зависимости от регионов и от областей, я даже иногда выступаю и образно говорю, что если мы раньше имели одну систему здравоохранения, сегодня мы имеем 96 различных систем здравоохранения. Потому что систему формирует, к большому сожалению, не центр, а система формируется на местах. В угоду, может быть, тем людям, которые возглавляют территорию, которые не имеют достаточно подготовки в области здравоохранения. Поэтому мы начинаем нажимать вот те плоды, что и получается. Поэтому, как бы то ни было, даже в такое смутное время встречались, я думаю, что нам необходимо в подобной встрече и суждении для того, чтобы выработать единую тактику и стратегию. Мы имеем неплохую систему, и задача каждого из нас, несмотря на то, что действительно в жизни кто-то новые принципиальные какие-то подходы, высшая школа стоит, я уже сказал, на пороге образовательных снадартов третьего поколения, в которых тоже произойдут значительные изменения. Геннадий Григорьевич месяца-полтора тому назад провел совещание с рядом ведущих специалистов нашей страны в области гигиенического обучения и образования, где поговорили о принципиальным подходах к новому образовательному стандарту, о преподготовке санитарных врачей. Поэтому я думаю, что тот диалог, который сегодня будет в этой аудитории, он во многом поможет нам, всем стоящим у системы высшего медицинского образования, правильно расставить акценты, ну и, если хотите, не промахнуться и не расплескать вот то доброе, что было заложено в нашей системе, и постараться максимально сохранить вот те подходы, которые действительно гарантировали и в период благополучия, и в период оттенков и погрешений, все-таки определенный уровень и контроль за санитарным и медицинским благополучием. Поэтому с этих целей и с учетом вот этого юбилея, того вклада, который внесла за 75-летнюю историю кафедра, ее сотрудники, потому что многие здесь присутствующие, выходцы с этой кафедры, до сих пор поддерживают тесный контакт, но я думаю, что вот такой диалог послужит нам всем на пользу нам, учебно-методическому объединению, при формировании новой концепции подготовки врачей-медико-гединического профиля, поможет ректорату, поможет кафедре, поможет проблемной комиссии определиться в тех реалиях, которые мы не должны сбрасывать со счетов. Поэтому я бы хотел пожелать сегодня учащих препаратов успехов. Я думаю, что те основополагающие принципы, которые будут наложены, приняты рекомендации или решения этой конференции, они, безусловно, все винами будут учтены при формировании подходов в работе санитарно-гедемиологической службы при подготовке специалистов как на летапе до дипломного, так и возле дипломного образования. Подвольте мне остановиться в законченном таком кратком вступлении и перейти к реализации основной программы конференции. Дорогие коллеги, мы начинаем нашу работу и первый доклад, первый доклад, вот так, в соответствии с программой, поскольку это слово представит первому проектору нашей академии, академику Игорь Николаевичу Денисову. Я могу и сегодня, пожалуйста. Я не чувствую. Значит, дорогие коллеги, мы, откровенно говоря, перестроились по ряду причин, прямо здесь сегодня с утра. Почему? Потому что конференция и сегодняшнее заседание посвящено доказательной медицине. Мы оставим все доклады, поскольку основные коррепеи здесь присутствуют, специалисты по доказательной медицине, все они выступят. Но я позволил себе не вступать с ними в диалог и в дискуссию, потому что, конечно, доказательная медицина сегодня постепенно внедряется во все сферы нашей деятельности. И я глубоко везем, живем и протоколы, и вегении больных, и наши с вами пошаговые действия, они, конечно, должны базироваться на доказательной медицине. Поэтому я бы хотел остановиться на проблемах высшего медицинского образования и применительно к подготовке врачей и электроэкологического профиля на тех нациях, которые сегодня нам диктует Министерство образования при переходе на образовательные стандарты третьего поколения для того, чтобы мы сегодня, приступая к реализации или составлению новых учебных планов и программ, руководствовались именно этим положением. Пожалуйста, следующий. Значит, уважаемые коллеги, я бы хотел начать вот с чего. Очень хорошо сказал, посмотрите, Жан Бой. Хороший врач спасет, если нет болезни, то хотя бы от того врача. Как бы мы ни говорили, что мы имеем неплохую систему подготовки врачей, но все-таки, как и в любой системе, у нас имеются и положительные, и отрицательные подходы. И вот посмотрите, пожалуйста, 8 июня выступления президента нашей страны, где он действительно впервые обратил взоры всех у нас внутри страны, что сегодня образование является определяющим во многом, не только сегодняшний, но и завтрашний день, стороны и даже ее положение в мире. Почему? Потому что вот соответствие образования современным требованиям конкурентной способности сегодня выделяется на одно из первых мест. Поэтому медицинское образование является основной частью структуры развития здравоохранения и подготовкой медицинских кадров является в основе ее. Давайте, 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 все мы прошли через систему выживания здравоохранения. Мы кончали, несмотря на то, что разные грузы, но давайте называть вещи свои юминальных разрешающие способность каждого из нас зависит от уровня и качества, полученного нами образования. Поэтому хотели бы мы, не хотели, это из личной темы. Идеальной системы обучения нет, но я думаю, что в России нашим предшественникам была формирована и сожилась, не уничтожая систему здравоохранения. И если мы говорим о переходе на баланский процесс, это не значит, что без оглядки мы разрываем стен прожан, через которые они прошли, и переходим на заряжение здравоохранения. И чего подобного. Я считаю, что система в целом должна сохраниться. Другое дело, те полезные новации, которые с нашей точки зрения будут необходимы для нашего государства, они должны быть воплощены на учебные планы программы и в последующем реализованы. Пожалуйста. Вот посмотрите, пожалуйста. Очень хорошо сказано, что уровень правды в отечественном медицинском образовании должен опережать уровень правды в российской экономике, экономике, строении, энергетике, сельскохозяйстве, другие как разряда. Почему, спрашивается? Да потому что мы это должны сделать, повысив качество подготовки врачей и больных, правильных. Потому что иначе, в этом случае, пациентам нашим надеяться будет просто не лучше. Пожалуйста, следующее. Вот, посмотрите, пожалуйста, что сегодня происходит. По количеству специалистов мы по обещу находимся в тренинг планеты. Сегодня количество специалистов, я имею в виду врачей, различного профиля в стране уже превысило 600 тысяч, если быть точным, это 650 тысяч врачей сегодня. Примерно более 1,3 миллиона работников со средним специальным фармацевтическим образованием. Но посмотрите, что происходит. При наличии, казалось бы, системы, если раньше у нас были только медицинские вузы, сегодня у нас с вами 47 медицинских вузов, у нас с вами более 20 медицинских факультетов при университетах, и около 20-ти не государственных вузов. То есть мы практически системы чуть ли не утвоили. А посмотрите, пожалуйста, что он имеет. Если в 1999 году убыль врачей была зарегистрирована в 30 территориях, то спустя 4 года, в 2003 году, уже в 70. Убыль съездинского персонала имелась, соответственно, в 49 и 71 регионе. Причем это происходит вовсеместно. У нас сегодня практически нет регионов, где был нервный вопрос проблем с укомплектованностью 100-процентных врачами, естественным персоналом. Есть территории, где имеется укомплектованность по тем или иным категориям врачей, но естественным персоналом остается в пилицию. Пожалуйста. Теперь посмотрите, пожалуйста, вот подтверждение этого. На сегодняшний день дефицит врачей, он увеличивается за счет естественной кухоли. И сегодня дефицит врачей составляет более 56 тысяч. Дефицит, причем из этих 56 тысяч, около 10 тысяч в сельском институте. Дефицит сельско-персонала такой же, 47 тысяч. Поэтому посмотрите, пожалуйста, что сегодня происходит, почему я говорю дефицит. Думайтесь в эти цифры. Посмотрите, удельный вес сельских участковых больниц врачей на комбалатории, в которых, наконец-то, ни одна штатная должность не была замещена врачом, составляет около 14%. Ни одного врача нет. Вот вам, пожалуйста, качество и доступность помощи. Поэтому на сегодняшний день, пожалуйста, следующий слайд, нужно быть очень внимательным. Вторая наша увлеченность под готовкой специалистов с высшим медицинским образованием, ведь она оборачивается к значительным дорожанию этой системы. Вспомните 50-60-й год. Мы тогда с вами имели соотношение у нас в Советском Союзе и врач-сестра 1 в 3,5 на 1 в 4. На одного врача будут 3-4 сестры в зависимости от этой линии. Но мы сегодня сделали систему. Посмотрите, пожалуйста, сегодня за последние 30 лет, то есть число врачей у нас 300 тысяч увеличилось до 610 тысяч. А посмотрите, то есть в два раза, а число сестренского персонала лишь на 30%. Мы формируем самую дорогую в мире систему здравоохранения, где врачи выполняют, ну уж если не половину, но как минимум 30-35% функций сестренского персонала. Ни одна государственная в мире не работает по такой схеме, по такой методике. Я это говорю не потому, чтобы сказать, что мы имеем, ну, большие проблемы и недостатки подготовки врачей. Да, проблемы есть в любой стране, но, извините, есть вещи, постулаты, нарушая которые мы производим дисбаланс в системе. И не видеть этого нельзя. Самая большая трагедия, которая произошла в стране, ну, давайте так, заключаем каждый из нас десятилетие работы высшей школы, мы прекрасно знаем, ведь раньше у нас была единственная система здравоохранения, а сегодня каждая территория строит свою систему здравоохранения, государство в государство. А это недопустимо, если должен быть единый подход, ничего бы он не касался. Теперь посмотрите, анализируя сегодняшнее состояние, если там будет продолжаться, посмотрите, в 2010 году это не загорали, через 4 года в ВУЗы поставили для работы 1,9 миллиона дипломников, средне-специальное учебное заведение 290 тысяч, там РПТУ 380 тысяч, но посмотрите, что статистика говорит. Из этого 1,9 миллиона дипломников каждый второй выпускник ВУЗа окажется лишним. Потому что сегодня никто не регулирует процент поступления. Если раньше люди через только похожую бюджету, сейчас в каждом институте разрешается принимать количество времени бюджета. И если вначале не много, как нам регулировали, вначале 10%, потом 20%, сегодня просто упалчивый такой директор, может плюс к этому, если позволяет площади преподавательства, чуть ли 50% взять про бюджет, а остальных взять и бюджет. Да, реактора и ВУЗы должны выживать, но какой ценой? Ведь мы же скоро придем к тому, что врачи не будут трудоустроить. А какого качества будут подготовить ответы? Мы начинаем создавать эти пакеты в чистом поле. Сегодня у меня были из гуманитарных университетов, спрос к его открытию. И что вы думаете? Я бы понял, что если бы они хотели открыть, ну что-то такое связанное с создаваемым образом жизни, или там Павли Хелси, или что-то такое понятное мне было, так ничего подобного. Они хотят открыть, извините, как-то урологии. Ну, если у нас урологов будут выпускать гуманитарий, ну и у кого же мы будем лечиться? Извините, о правильности написания, или, извините, о правильности купирования почечной боль? Поэтому эти вопросы очень серьезные. Теперь второе. Посмотрите, пожалуйста. Ведь сегодня по уровню государственных расходов сегодня занимает 32-е место. Бюджетные расходы у нас в 10 раз меньше, чем в развитых странах мира. И как мы сегодня можем с вами говорить о компьютеризации, об интернете и так далее, когда давайте вечером называть своим именами у нас у преподавателей, у нас у преподавателей нет компьютеров. Ну, как угодно можем относиться к этому? Он говорит, вот, не владеет компьютерной грамотой, а как он будет владеть, если, извините, один компьютер на всех преподавателей стоит по системской идее, и тот, извините, с низкой разрешающей способностью? Пожалуйста, дальше. Так вот, уважаемые коллеги, что еще приходится? Ну, вот о невысоком творческом потенциале говорит еще раз следующий факт, что на долю российских вузов, посмотрите, приходится лишь 5% затрат, предназначенных на науку. А ведь недавно, летний, 12-м назад, это было выглядело совершенно по-иному. И вузовская наука успешно конкурировала с академической. Это было в технике. Но если мы возьмем наши 5%, посмотрите, пожалуйста, в странах Евросоюза, это 21%. Это в 4 раза. Это уже минус отставания. Это пропасть, как здесь написано. И поэтому, если об этом не говорить, то, конечно, значит, сегодня, как мы, у нас основная часть научных исследований. А как можно заниматься научными исследованиями на пальцах? Посмотрите, пожалуйста, у нас были снилы, снилы, там, хозлодоварные исследования и так далее, которые действительно, в госдогваре, это была прямая связь с производством. Мы работали на производстве, наши работы были востребованы. И все это было хорошо. И это компенсировало нашу несколько зарплату. Все это уничтожено сегодня и осталось только в памяти, и уже в день более старшего поколения. Вот, пожалуйста, хотя это и мечта ректора, но посмотрите, пожалуйста, что сегодня говорят те спины. Что, посмотрите, считается, что средняя зарплата в том, что это 27 тысяч, а сегодня 7,5 тысяч, а для других регионов 23 тысяч. Если это не будет реализовано, поэтому все преподаватели начинают или совмещать где-то, или искать какие-то источники дополнительного финансирования, пожалуйста. И как бы это ни было, на сегодняшний день я бы хотел, наверное, закончить пространные вот эти уступления и перейти, в общем-то, к тому, что день, ведущий нам с вами, который в ближайшее время. И вот из-за этого слайда я хотел бы остановиться, вот, пожалуй, на последнем вот этом пункте, наряду с использованием современных технологий, ресурсов, зарегающих и так далее, совершенствованием системы медицинской подготовки, то есть то, что для нас спешит. Говоря о системе подготовки, я, уважаемые коллеги, имею в виду систему методового диплома, но и после диплома медицинского противоположения. Пожалуйста. Вы посмотрите, пожалуйста, действительно подписание России в Болонской декларации является необходимым условием для интеграции. Но, посмотрите, пожалуйста, это не копирует. На сегодняшний день мне пришлось принимать участие в работе комиссии Министерства образования по новым государствам образовательных стандартам третьего поколения. Нам удалось отстоять на сегодняшний день, я еще раз говорю, потому что это предстоят еще обсуждения в Думе и утверждения на уровне комитетов думских. Но нам что удалось отстоять? На сегодняшний день бесспорно нам удалось отстоять и вуру специалиста, не бакалавра, а специалиста по четырем основным направлениям. Это лечебное дело, медико-профилактическое дело, это педиатрия и стоматология. На сегодняшний день вопрос этот решен. Под вопросом у нас осталась фармация, хотя два года тому назад состоялось большое международное совещание на Мальте, и за руководством партнера, именно они пришли к заключению, что в сегодняшних условиях, когда я помню, уходил из Минздрава Союза, это был 91-й год, в 91-м году в Советском Союзе было зарегистрировано около трех тысяч наименования лекарственных препаратов. Сегодня в нашей стране этих зарегистрировано более 17 тысяч наименования. Это 18 тысяч, но кто может разобраться в этом маленьком, в этом миссии, препаратов, аналогов и так далее. Поэтому вот на Мальте, кстати, там в ревнучно были все европейские страны, более 40 государств принимало участие, они консенсусом пришли к заключению, что они считают, что и для провинциров должна быть пятилетняя подготовка, потому что никакая третийная подготовка не может позволить подготовить специалистов, подготовить специалистов, которые бы, но мог адекватно вписаться в свою следующую систему или разобраться вот в тех подходах, которые на сегодняшний день имеются. И вот, как вырисовывается на ближайшие в результате в случае десятилетия, я думаю, что даже может быть на больший срок, та система, которая будет функционировать в России. Мы сегодня с вами привыкли к тому, что наша система двух звеневает. Первая, если мы, это система до дипломного образования, которая в зависимости от факультета в пять или шесть лет идет. И вторая система, это господин-гузовское медицинское образование. Весь мир, уважаемые коллеги, работает по трехзиневой системе. Она у нас тоже давно сформирована, мы по ней работаем, но только мы это просто не озвучили. Поэтому, что предлагается, чтобы мы абсолютно вписались и полностью система была адаптирована. Первое, базовое медицинское образование, пяти- или шестилетнее. Как оно у нас нужно, мы отмена и останемся. Второе, что включает в себя после диплома медицинское образование? Это период подготовки выпускника до получения им права на самостоятельное врачевание, до получения сертификата. Это наша с вами сегодняшняя и уже много лет существующая система интернатуры и ординатуры. То есть, она у нас есть. Другое дело, что она должна выделиться в особый раздель, который будет называться послевузовское профессиональное образование. И вот, наконец, после того, как человек, врач, лечебный, специалист, медико-профилактический делок по фармации, получил сертификат специалиста, начинается точка отсчета, которая продолжается до окончания специалистом активной трудовой деятельности. Сколько в него отведено, столько он должен и постоянно работать над совершением своего профессионального мастерства. Поэтому, не случайно, третий этап, который для нас является новым, но новым есть, хорошо, сработает и старым. Это то, что делают факультеты после детлона образования, которые сегодня у нас имеются фактически в каждом институте. И институты, которые в нашем доме, это и получают название непрерывное профессиональное развитие. таким образом, я просто хочу сказать, что сегодня наша страна создали систему, то есть у нас имеется плацдар, который не требует, с моей точки зрения, даже капитального ремонта, а единственное, что нам требуется, косметический ремонт, то есть как-то вот, как выключить эти строчки и привести это в соответствие. Таким образом, первый этап, хоть бы вы приемлемой или не приемлемой, это волшебный процесс, как его войти до уважаемых коллегий. Фактически, это та же самая матрешка, но только в другой одежке. Вот, то, что касается этого момента. Но все-таки есть и отличия уважаемых коллегий, через которые нам предстоит пройти. Первый вопрос, который возникает, а для чего же это все не нужно? Почему так забеспокоилась Европа? Почему забеспокоились мы? Что происходит? Конечно, мир меняется. Конечно, нужна с одной стороны интеграция. Но посмотрите, что ведь раньше было. Если раньше, вы вспомните, когда мы заканчивали книги, многие из нас ехали с учебниками, которых хватало чуть ли не на всю оставшуюся жизнь. У меня мама по специальности была врача, когда я был еще ребенком, я помню, я видел у меня книги, она кончала институт здесь, в Москве, значит, в 40-х годах. Эти книги хватало каждому из нас на всю оставшуюся жизнь. Но посмотрите, как изменяется объем сегодняшних знаний, как они быстро меняются, для чего нужна будет доказательная медицина, почему сегодняшнее наше совещание посвящено этому. Посмотрите, пожалуйста, если нам хватало этого на всю оставшуюся жизнь и действительно выступал профессор, он был, извините, циклопедистом в своей области знаний. А вот посмотрите, пожалуйста, сегодня обновление идет за два года, особенно в таких областях, как биология, генетика, иммунология и так далее. То есть, произошел информационный взрыв. С этим никто в мире не может не считаться. И мы, педагоги, в первую очередь должны помнить об этом, потому что мы преподаем то, что должно быть востребовано людьми, которые придут в практическую деятельность через 2-3 года. Поэтому учить так, как учили нас с вами, просто стало бессмысленным. Просто стало бессмысленным. Посмотрите, пожалуйста, вот классический пюльте образования закончился, это мы сейчас только на это смотрим, но он фактически закончился в 50-60-е годы. И то, что мы сегодня делаем в курсах, это недопустимо. Во всяком случае, может быть допустимо где-то на уровне первого семестра первого курса, потому что человек приходит из школы, который работает по принципу прочитал «Перескажи». Но я вас уверяю, вы это хорошо знаете, потому что гигиена преподается на третьем и четвертом курсе. Сегодня подавляющий большинство как работает по принципу прочитая раздел, перескажи, или напиши лидера, или на следующий день ответить на тест, и так далее. Сегодня принцип обучения высшей школы не школьный, а это совершенно иной принцип. И поэтому уровень самостоятельной работы должен измениться. Наша с вами функция преподавателя из человека, который, извините, студент занимается начерничеством, а мы проверяем, что же у него осталось в голове прочитанного, она в принципе должна измениться. И каким образом давайте посмотрим. Пожалуйста, следующий. Вот, посмотрите, пожалуйста, ведь сегодня, сегодня пришло совершенно иное время. То есть нужно действительно вот то, что останется у нас от прежнего, то есть это базис. Мы действительно должны вложить в голову каждого обучающегося определенные видимы знаний, которые являются базисом. А вот на этот базис, на этот базис, вот он должен, извините, постепенно прийти совершенно к другому источнику получения информации, поиску этой информации. И поэтому появляется отсюда появление новых понятий об уровне знаний. Вот почему мы должны не просто так, как мы с вами делали стандарты первого и второго поколения, но будем так говорить путем латания дыр и в основном проводя работу по увеличению часов для изучения той или иной дисциплины. Принцип должен быть совершенно иным. Вот почему кроме цикловых занятий, к которым мы уже с вами привыкли, должны быть введены модульные рейтинговые системы обучения и оценки знаний, которые сегодня используются в большинстве стран. В Московской медицинской академии мы раздали год тому назад учебные наши планы, которые абсолютно ничего не меняют. Для того, чтобы это было узнаваемо для преподавателей мы с вами привыкли, мы просто в скобочках написали сколько дисциплина представляет собой кредит. Причем кредиты в каждой стране и в мире абсолютно отличаются. И это условно единицы, но принято таким образом, в подавляющей большинстве стран Европы один кредит равен нашим 36 академическим часам. В России эта цифра узаконена министерством образования и поэтому те учебные планы, которые из умов вышли, где в скобочках стоят кредиты, это есть один кредит 36 часов. Только, пожалуйста, не считайте до сотых, до тысячных, потому что я понимаю, за этим стоят ставки преподавателей, но до можно сокращать до 0,5. Вот и все. Теперь второе. посмотрите, пожалуйста, это не значит, что мы должны сделать за полгода или за год, но эту работу нужно делать постепенно. У нас есть время, вот до тысячи десятков лет, но эта работа должна проводиться поэтапно для того, чтобы и мы, и студенты привыкли уже к этому. Пожалуйста, следующее. Теперь, что еще предлагается, что больше всего страшнее, вот это система накопительная кредитных единиц для измерения учебной нагрузки и освоения ее студентов. Уважаемые коллеги, в этом ничего необычного нет, но давайте быть откровенными, как сегодня мы оцениваем знания студентов. Кто правит баллов? Правит баллов экзаменатор, заведующий как, профессор или по приказу ректора, ну, потому кому доверен принимать экзамен. Оценивается ответ по билетам, а вот посмотрите, пожалуйста, накопительная система кредитных единиц для измерения учебной нагрузки, она уже не позволяет получить человеку отличную оценку по предмету, даже при отличной оценке по билету. Почему? Потому что эта система подразумевает, что помимо оценки по билету человек должен провести какие-то лабораторные исследования, навязать какие-то репараты, провести там дежурство, побывать там сделать основы там так, как у нас было на средствах в классе и так далее какие-то исследования и все очень. то есть это идет по совокупности. И вот в этой совокупности отличная цель то есть мы взяли тоже систему самую простую доставал. Второй критерий я всегда в такой аудитории спрашиваю и вчера выступая тоже у нас совпало так, что идут подряд несколько конференций сейчас идет форум медицинский в Москве здесь вместе с департаментом здравоохранения Москвы. Ну вот у нас посмотрите за рубежом принято две системы одна система оценки такая как у нас от единицы до пяти ряд государств меняет семибальную систему оценки от единицы до синих мы все-таки сохранили нашу митебальную систему потому что она нам приемлема мы геродились и менять не стоит но я всегда задаю тоже такой вопрос скажите пожалуйста в детском присутствуют многие преподаватели кто-нибудь из вас в жизни пять раз поставил единицу вот я честно говоря я вчера когда я тоже задал такой же вопрос одна рука поднялась я поставил по какому критерию вы поставили ну он ничего не знал и все я говорю почему не двойку ничего не знал то есть посмотрите казалось заканчивая профессиональная деятельность а такой вопрос когда ставить единицу когда двойку при отсутствии критерий у нас даже нет черного критерия когда это делать а в мире нет критерий довольно заработок и когда я их увидел думаю как же мы не додумывались это же простой подход оказывается во всем мире если человек отвечает на двойку то есть вы представите его двойку а в чем разница с единицей единица когда экзаменатор считает что человек не только не освоил его предмет но у него и знания с другого с другой дисциплины таковы что он вообще никогда его не может освоить допустим не изучив повторно анатомию и так далее то есть единица если преподаватель экзаменатор оценил это 100% опыт не для перестачи как предвойки а для повторного обучения на младшем курсе потому что он не может освоить эту дисциплину не пройдя то что было заложено на предыдущем курсе вот и все и казалось очень просто решается таким образом вот посмотрите что зачет идиница включает еще раз повторяю включает аудитор самостоятельно работают элективные циклы лекции которые есть доклады подмиг участие в конференции написание обзора так далее то есть посмотрите резкое увеличение самостоятельной работы то что я вам скажу и приведу вы можете не падать почему потому что у нас вот сегодня для каждого вуза мы давали чем это отличается у нас ведь сегодня разные планы но мы мы составили ну как шаблон а каждому институту мы давали 15 процентов люфт для того чтобы вы решили свои региональные проблемы или ну специфику какой-то которая сложилась на кафе пожалуйста но сейчас немножечко будет это в другом вот посмотрите что будет на сегодняшний день вот эта аббревиатура переводится как федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения вот что день грядущий нам с вами готовит причем он уже подготовил уже это запущенный коллектив и сегодня капитальные коллективы новая заключая кредитная система у нас в московской медицинской академии запущена да много споров между теоретическими клиническими как, чего ну я думаю год-полтора и все к этому привыкнут абсолютно никаких тут неожиданностей но посмотрите что он предусматривает он предусматривает разработку федеральных государственных образовательных стандартов въезд деления и на федеральный национально-региональный и вузовский компанию вот когда об этом говоришь зал в начале притекает а потом начинается шут то есть все думают ама вот нас теперь вот скажут 20 часов шаг право шаг лево расстрел скажем так как у нас было я помню лет 22 назад аппендицит читай допустим две лекции и никаких гвоздей а если лектор говорит ребята у нас аппендицит отозоров погибает 15-20 человек в области я считаю что это нужно третьей лекции нет не может потому что записана дверь комиссия которая не видела это считала как нарушение ничего подобного пожалуйста это может но посмотрите а вот я дальше покажу через два слайда что же все-таки предлагается как альтернативу к тому чтобы сохранить самостоятельность вузов и лицо каждого вуза пожалуйста следующее вот теперь посмотрите пожалуйста что предполагается предполагается разрабатывать стандарты по направлению подготовки что является объединяющим мне кажется что это разумная идея и с этим можно согласиться ну давайте так возьмем вот для нашей Московской медицинской академии два учебных плана лечебное дело и медико-профилактическое дело что вам наиболее близко чем отличаются эти учебные планы они отличаются специальной частью а если брать фундаментальный блок который формирует человека с высшим образованием это гуманитарный блок социально-экономические дисциплины вы понимаете мы почему-то забыли что человек заканчивая вуз это человек другой формации это человек носитель того интеллектуального капитала который накоплен это интеллигент и вот если он интеллигент извините меня пожалуйста вот для этого и планируется создать более-менее единую унифицированную часть фундаментального и гуманитарного а разница у нас с вами будет как и есть у лечебников и медико-пропилактическое дело разница будет в специальных дисциплинах которые в зависимости от факультета будут формировать или кто-то вот этой программы то есть вот что предлагается мне кажется что это разумно и все ну вот в чем ну это я попозже скажу вот мне напомните бакалавр и магизм там есть одно такое заказы пожалуйста следующее вот теперь посмотрите пожалуйста при этом вот предполагается что что новое появляется ну я думаю что это когда я присутствовал на этом заседании и мы обвинялись мнениями хотя это рекомендации есть то есть они предлагают блок специальных дисциплин ну допустим по каждому курсу просто определять блок дисциплин писать что эти дисциплины условно там 800 или 1000 часов перечислять эти дисциплины не указывая сколько на каждую дисциплину ну я думаю вряд ли у нас это получится потому что каждый заведующий как или векторат конечно должен быть я думаю что мы это сохраним я не думаю что это будет большим нарушением это все прекрасно поймут это просто как рекомендации пожалуйста вот следующий слайд вот посмотрите пожалуйста все таки вариативная часть вариативная часть она тоже имеется и вот следующий слайд покажите вот эта вариативная часть она будет увидеть вот посмотрите пожалуйста вот то что базовая и вариативная часть вот для различных типов программ она только различная вот если взять вариативную часть для программ бакалавра и специалиста вот образователей программ посмотрите пожалуйста У нас с вами было 15%. Что включается в образовательные стандарты третьего поколения? Посмотрите, пожалуйста, 25-30%. А если будет реализована магистрская программа, то есть после получения диплома о высшем образовании, допустим, человек пошел в магистратуру, то магистрская программа, в нее закладывается вариативная часть до 50%. С учетом тех реалий, специфики, вуза, специфики специальностей, которые человек получает на магистрской программе. Поэтому допустим, мы с вами ничего не теряем. Если бы встать ему на прежнюю точку зрения, фактически реализованный грузовский компонент, он как бы с 15% увеличивается, вот для нас, до 25-30%. Но в чем я считаю, что заложено бомба замедленного действия? Я не знаю, я выступаю и говорю только вот таким, ну, сугубо нашим профессиональным аудиторием. Почему? Потому что, ну, я глубоко убежден, что нам нужно сохранить подготовку нашу традиционную в разные специалисты. Что меня смущает? Ну, я не знаю, хотя меня успокаивает законодатель, говорят, Илья Николаевич, но это вряд ли будет. Но с моей точки зрения, бакалавр приравнив в степени специалиста с высшим образованием. Первая ступень высшего образования – бакалавр. Сегодня существующие законы в России гласят таким образом, что да, первая ступень – это бесплатные образования, а все остальные – это платные. Значит, если идет бакалавр на магистра или там специалист на магистра пойдет, это уже будет платная форма учения. Но поскольку бакалавр у нас неприемлем в здравоохранении, потому что за 4 года невозможно подготовить человека к профессиональной деятельности, я думаю, вот это есть интересный педаль, который нужно нам где-то подспутно, постоянно держать, чтобы вот во время парламентских и таких слушаний, чтобы мы получили довольно четкий этот ответ. Иначе, иначе очень многие вопросы для нас могут быть, для наших с вами институтов, неразрешимы. Потому что перейти с государственной системы обучения на платную систему, там магистровскую программу какую-то другую, я думаю, что далеко не многие смогут. И третье. На сегодняшний день не прописано, кем же может работать, я, например, не знаю, кем может работать бакалавр. Он может работать, кем угодно, но только не по медицинской специальности. Сегодня, конечно, предстоит нам пересмотр еврочевых специальностей, потому что их у нас 106. Кстати, в Евросоюзе и 56, и 57, а у нас 106 в два раза больше специальностей, потому что некоторые специальности, конечно, будут неузнаваемы в Евросоюзе. Пожалуйста, следующее. Теперь посмотрите, пожалуйста, еще один, ну для нас с вами сложный вопрос. Хотя я думаю, что если посидеть и подумать, его можно решить, ну, не без материи качества, во всяком случае, количеству профессорского преподавательского состава. Вот посмотрите, предлагается в проекте ВОЗу третьего поколения установить максимальный объем учебной нагрузки вместо наших астрономических, вместо 54 часов учебных, 45 часов астрономических. Но даже если сложить, то все равно какой-то отделе какая-то определенная есть. Но здесь вот это нужно все внимательно просчитать. Почему? Потому что если это реально произойдет вот в тех цифрах, которые сегодня существуют, мы можем с вами иметь некоторую потерю педагогического корпуса. Вот чтобы это не могло, что здесь я просто откровенно говорю, что мы должны вот на уровне вузовских коллективов все это сравнить, посмотреть и так далее. И поиграть вот этим 45 часов идет у нас учебных, а 54 часа астрономических. Поэтому вот здесь надо будет поиграть. Если сделать 45 часов астрономических вместо 54 учебных, то здесь примерно баланс будет, ну, примерно соблюден. Поэтому вот здесь это нужно будет учиться. Пожалуйста, следующий. Теперь посмотрите, пожалуйста, что на сегодняшний день решается по профессиональной компетентности. Я бы несколько слов хотел сказать об этом, потому что здесь присутствуют представители практического здравоохранения. И, уважаемые коллеги по Валажару Кунашевца, я думаю, что сегодня в высшем медицинской школе нашей страны проблемной зоны является не столько система до диплома образования, я говорю не только подготовку санитарных врачей, но и по специальности лечебное дело, по педиатрии и так далее. Проблемной у нас является система, и у нас, я имею в виду лечебное дело, и медико-профилактическое, проблемной является система после диплома профессионального образования. В 93-м году после выявления основы законодательства с отчетом проблемам написано, что допуском профессиональной деятельности является наличие диплома и сертификации. С 93-го года прошло 12 лет. Каждый из нас с вами должен прокрутиться и уже дважды подтвердить этот сертификат. Но почему сегодня в нашей стране каждый четвертый врач работает без сертификата специалиста, не имея права на профессиональный деятельность? Почему сегодня в нашей стране каждый третий врач работает без профессиональной врачей категории? Это же вопрос. А посмотрите, если мы перейдем на стандарты. Что значит сегодня врач без сертификата специалиста? Я всегда привожу пример. Это равносилие того, что я, ну у меня есть водительские права, условно, человек, у которого нет водительских прав, сел за управление автомобилем. Это до первого милиционера, до первого поставания. Если спросят у тебя нет, у тебя отберут автомобиль, и тебе, ну я не хочу сказать, уголовный, не уголовный, сейчас он договорится, уголовный, но как же может врач изменить, осуществлять лечебную деятельность, ну без лицензии, без права заниматься этой деятельностью? Второй вопрос. А как идет у нас лицензирование сегодня? И в нашей службе, и в вашей службе? Чтобы получить лицензию на какой-то самостоятельный день, оказывается, не нужно, чтобы все были сертификаты специалистов, я все думал, ну как же так вот, люди занимаются, приходишь, а у них только один лицензированный специалист, а пять человек, извините, не есть лицензии. Вот действительно получается, один с ложкой, а семеро с ложкой. А оказалось, что имеется наше сегодня распоряжение, такие, что достаточно быть одному специалисту с лицензией, и лицензия дается, извините меня, да, сертификатом специалиста, и лицензия дается вот для этого чередения. Но ведь это тоже нужно, значит, уменять. Пожалуйста, следующее. Теперь вот посмотрите, пожалуйста, что сегодня у нас имеется. Мне кажется, что сегодня санитарно-дегемиологическая служба оказалась в более выгодном положении, чем мы врачи лечить. Потому что можно тем взаимоотношениям, которые сложились между санитарно-дегемиологической службой и медико-профилактическими, можно позавидовать. То есть вы сегодня работаете примерно в том же самом режиме, в котором работали и в свое время лечебники, когда было единое положение клинических больниц. Сегодня с перехода на систему обязательного медицинского страхования, появлением часто практикующих клиник, а в связи с ближайшим временем будет принят закон о профессиональной врачебной ответственности, я думаю, что доступ к нашим студентам, к пациентам будет находиться под очень большим вопросом. Это проблема из проблем. И ее, конечно, можно решать, я думаю, что в государственном масштабе. Иначе, конечно, мы будем терять качество подготовки специалистов. Теперь посмотрите, пожалуйста, что нам нужно утвердить. Несмотря ни на что, казалось бы, на небольшие изменения. Нам нужно утвердить новые коллеги квалификационных характеристик, кредиты для студентов и врачей, приложения к диплом, определиться в отношении стандарта подготовки врачей, включить них в уважаемые коллеги. Наша традиция состоит в том, почему я говорю, что проблемой не стала система после диплома образования. Да потому что у нас абсолютно в этой системе отсутствуют количественные показатели. Но если это для санитарного технологического, для санитарного технологического, для санитарного технологического, а я близко, куда? Отлично, очень хорошо. Понятно. Почему? Потому что, почему не устраивает сегодня систему после диплома образования? Кто из нас сегодня может поехать на цикл специализации на 5 недель, на 6 недель? Не в технике нет такой системы. А как действуют, вы со всеми обоих были. Но я могу без этого говорить. сезарской альбомашин разводы по нулям отлично отбегался хорошо ну ничего страшного перегрелся и не выдержался я сейчас буду заканчивать хорошо Юрий Николаевич, ты хорошо слышишь? а? хорошо слышишь? хорошо слышишь? я к жену хорошо хорошо, так уважаемые коллеги значит, что я хочу сказать вот та система, к которой мы с вами привыкли она почему нас не удовлетворяет? да потому что, извините, кто из нас сегодня если мы будем откровенны друг перед другом позволит себе или какой руководитель позволит себе поехать на 4-5 недель на повышение квалификации ни одного государства, поверьте мне не идёт по этому пути потому что нам на тебя смотрят, когда я говорил об этом то есть на меня просто смотрят удивлённо как может человек на 5 недель уехать с рабочего места и извините, а кто же, извините, будет работать за того партином и так далее поэтому на сегодняшний день что мы предлагаем? мы предлагаем систему, так называемую, накопительных кредитов и вот даже ваш сегодняшний семинар для повышения квалификации преподавателей и врачей по-хорошему ну давайте так, вы получите дополнительную информацию другое дело у одного она полная, у другого не полная но если по совокупности собрать это дополнительная информация и каждый из вас здесь сидящий и мне тоже самое для того, чтобы подготовить эти вот несчастные слайды конечно приходится сидеть приходится что-то выискивать приходится там печатать там и так далее и так далее так вот накопительные кредиты что мы предлагаем? в системе после дипломного образования не один кредит в 36 там вот как мы говорили часа а сделать систему оставить такой, как у нас есть вот сертификат специалиста, сертификационный цикл 144 часа для практикования оставить 144 кредита развейте условно там 120 или там 100 кредитов на 5-4 20 кредитов в год вот пожалуйста, вы пробыли здесь 2 дня на этих совещаниях на семинарах пожалуйста, у нас есть ориентировочные эти данные это 1,5-2 кредита поехали вы на какое-то совещание внедрили вы какой-то метод диагностики лабораторный какой-то все это учитывается весь мир почему считается непрерывное профессиональное развитие это обязанность самого врача поддерживать свой профессиональный уровень на надлежащий уровень все а кто лучше это оценивать? да мы с вами преподобладные профессиональные ассоциации вы к нам приезжаете для получения дополнительной информации последних инструкций и так далее пожалуйста, следующее теперь вот посмотрите, пожалуйста очень важный вопрос стоит оболонит Россию или нет? я еще раз повторяю, уважаемые коллеги я не знаю как выступать потому что в некоторых аудиториях считают что для всех камней предсновениям является умо и поскольку я имею отношение к умо что я фактически душитель и фактически могильщик от существующей системы уважаемые коллеги я везде не устаю говорить мы имеем с вами стабильную неплохо работающую систему подготовки каждого в том числе и специалистов в мире профилактического уровня никакая революция в российской системе образования с моей точки зрения не нужна нужна эволюция которая направлена на то чтобы то чем мы с вами занимаемся было узнаваемом и по достоинству оценим ежегодно через меня через ум проходит более сотни наших выпускников которые я не знаю ни одного случая где бы было отказано нашему выпускнику что уровень нашей подготовки не соответствует нам требования другое дело в силу того что мы даем часы в силу того что допустим мы разделяем внутренние болезни на пропитетику на мукультинскую коробину воспитали конечно у них совершенно другие критерии там оценки этих систем и человеку поскольку они не узнают эту систему приходится больше работать для того чтобы подтвердить сертификат специалистов вот и все больше ничего там этого нет но никто там извините с распростерками объятия нас не ждет и никто извините кардиохирурга старичайшим исключением если уж это не мировой величины никто там вас не допустит извините для для этого придется пять-шесть лет поработать для того чтобы подтвердить не на словах и на деле иногда вы будете спокойно работать я никого не увидел ни одного отказа поверьте мне так что это система которая работает надлежащим образом поэтому думаю что этого не произойдет пожалуйста я хотел закончить двумя слайдами очень вот хорошо сказано кстати это сказано охрана который ну на прошлой неделе сдал лауреата нобелевской премии по литературе посмотрите как он хорошо образно сказал перемена да есть нет константа всех скажите пожалуйста в жизни за плечами каждого из нас уже мы прошли многие тридцатилетний пятидесятилетний шестидесятилетний рубеж и уж сколько мы с вами перемен накрепились и какие бы эти перемены не было ну все конец света наступил и так далее все равно человек на то он и есть помоса для того чтобы решать эти проблемы и находить создавшей ситуации и последний пожалуйста очень очень хорошо сказал ну правда это не гигиенисты посмотрите медицине научить нельзя медицине можно только научиться если мы объединим наши усилия я думаю не волонский процесс не что-то другое оно не не оболонит да оно нам под силу для организации спасибо вам за внимание что это очень интересный очень важно как раз как раз мы все собрали и думали это но какая у нас согласия получилась очень большая и с поведением так же совпала конференция с медицинским форумом и мы не могли вчера присутствовать и выставить вот на секции не рассматривать эти вопросы а здесь у нас присутствует очень много специалистов из других городов стояли чекать эпидемиологии и так сказать инфекционные болезни с курсами в этом огромное спасибо я думаю выражу всем большую благодарность за эту информацию которую вы донесли уважаемые коллеги сережа сережа поскольку представим слово заместителю предуправленной комиссии нашей эпидемиологии представитель медицинского здравоохранения социального здравоохранения где он говорил об интеграции в науке очень очень объемно но сегодня я хотел бы не только об интеграции я обязательно это скажу но и о дифференциации и о взаимодействии как говорится это две стороны одного процесса развития науки которые в общем-то излечит ее прогресс интенсивность этих явлений при обладании одного на другим в истории каждой из научных дисциплин существенно различаются в разные исторические периоды и как в природе крайние проявления этих явлений могут носить опасный характер и существенный стриг как в сторону интеграции или в сторону дифференциации может иметь негативные последствия вот шрезмерная интеграция с другими науками выразит нам потерю самостоятельности для той или иной научной дисциплины и может даже превратить ее в приглазную часть в методологию и в то же время смерть вся примера дифференциации ведет к разделению на множество направлений а значит потеря целостности той или иной науки общей как теоретической так и практической базы и вот наша обратная современная генология сейчас находится на таком отдачу своего развития когда процессы интеграции и интеграции особенно здесь и как я уже сказал они имеют как положительные так и обязательные последствия которые мы ожидаем сегодня ну начнем с интеграции здесь определения есть они вообще известны в наших словарях я хотел бы только сказать для нас я думаю наиболее важное это процесс ближения связи наук происходящий наряду процессами их гиперрициации ну на следующем рисунке я хотел бы и на этом рисунке предсказывают интеграционные связи и генологии с другими науками здесь конечно если внимательно присмотреться безусловно здесь здесь не все так не все обозначено здесь мы можем и философии многие другие но тем не менее здесь мы видим что наиболее интегративные связи вы знаете у нас микробиологии о чем вчера говорили клиника безусловно в первую очередь клиника кондиционных болезней многими другими науками ну а давайте посмотрим следующий слайд вот что он не сюда вошел но тем не менее тем не менее да вот этот да ну что то у нас в качестве в качестве в качестве примера я приведу в качестве иллюстрации по предметам при больничных инъекциях вы посмотрите если на наши вот так здесь есть интеграгентная связь в качестве иллюстрации в профилактике при больничных инфекциях как видите идет интеграция ну прежде всего конечно библиологии здесь мы поставим бобового угла которая здесь в профилактике инфекции интегрирует интегрирует инфекции с нашими лечебниками естественно больше всего по формации ну и конечно организаторы правоохранения какие здесь какая там прелик здесь обозначена по каждой из если мы интеграцию интеграцию эпидемиологии как вы не говорите мы понимаем это неинфекционных болезней это интеграция как видите вот здесь обозначена интеграция но прежде всего так же как и эпидемиологии инфекционных болезней и организация в том что но справа как видите значит это уже интеграция практически тут обозначена скажем онкология и прочее прочее и все остальные патологии дальше мне может часть возразить на том что это не совсем интеграция скажем воздействие в изучении применения определенных методов патологии как говорится в изучении какой-то или иной неинфекционной патологии тем не менее тем не менее это мы здесь с вами тесное взаимодействие с другими науками как я уже и раньше сказал было необходимо сейчас подождите это можно убрать было необходимым условием развития эпидемиологии и этот процесс активно продолжается и настоящие болезни и опасность с чрезмерной интеграцией как я говорил уже в частности уже может поразить перед потерей его самостоятельности превратить от поля конфиденок методологическую на основу что уже сейчас начинает продвигаться в наших публикациях в отдельных предсказанных манерных энергетических словах безумно безумно не нужно приперсить разумного интеграцией отличной и отличной технологии приносит пользу в расприятии оформленных разработок для технологии особенно в плане методологии исследования изучения инфекционного технологии и других но в тот же время существует и именно материя в рядах достижений нашей отечественной технологии прошедших военную реальность и в частности в ряде можно согласиться с такими подходами как например ученых случаях в Одессе не только при их этиологические ошибки скажем отсутствие диагноза дизитерии по клиническим признакам или ученых только тех случаев холеры которые поддержаны патриологически ну а современные эпидоследования носят явно выраженный интеграционный характер как правило строго организованные действия широко применяющие технологии других научных от сложных статистических молекулярно-генетических методов до социологических исследований ну и здесь должна быть определенная умеренность а методология и исследования уважаемые это все таки не самоцель а средства для получения результатов и выполнения основной задачи умеренность профилактики возникновения инфекционной и перусловной канонсулочной и соматической патологии у нас и в общем то этой задачи следуют все отечественные объединенные нельзя не сказать об интеграции терминологии Вопрос очень важный и злобозненный терминология требует постоянного согласования поскольку в специальной лидературе систематически появляются новые определения и термины различных научных школ и разных научных дисциплин фактически уже и сейчас существует терминологический раз появление множества определений терминов для одного и того же явления замена непонятий другими отечественных заубежьями применение терминов без перевозок путем написания пусками ну и зачастую читатель наш не может разобраться и понять суть отдельных фрагментов работы является справедливое неприятие подобному научному терминологию и так далее о чем я уже писал неоднократно в своих работах выступал в открытой встрече ну скажем полу в томате и Николай Иванович Брико готовит сделать до перерыва последние сообщения в него докладку посвечет преподаванию доказательной медицины на карте эпидемиологии состояние перспективы особенно после перерыва выступления по доказательной эпидемиологии позволит расставить точки и консенсусом прийти к тому что во всяком случае у нас должно быть действительно ситуация сегодня непростая но давайте вещи называть своими именами вот в том обилие информации по ходу в суткине без какого-то инструмента которым действительно является доказательная медицина нам трудно бывает порой разобраться поэтому что элементы доказательной медицины должны быть везде но говорить так что доказательная медицина это фанацея от всех бед никто ведь так и не знает другое дело что мы должны с вами ведь раньше посмотрите я могу привести пример ну из своей хирургической практики поступал новый антибиотик хирург допустим после пентактомии или после какой-то ну после стомилита там и так далее лечил больного пролечил при этом антибиотике осложнений там допустим на 20% меньше он говорил да вот новый антибиотик он значительно лучше там и так далее и все но дело в том что когда проходили годы десятилетий клинического применения оказалось да антибиотик лучше он способствует зацепление заживление но в то же время этот антибиотик оказывает пагубное действие на почки и у больных развивается почки недостаточно так что лучше пролечить больного допустим на 10 дней подольше и зато сохранить функцию почек как одного из жизненно важных органов и все или же допустим сократить лечение но зато получить там 15 или 5 процентов осложнений на почки поэтому вопросы конечно в медицине в этом то и дело не зря идет дискуссия что медицина это ремесло или это искусство поэтому и доказательная медицина сегодня идет поиск мне кажется вот чем хороша сегодняшняя конференция что идет поиск куда какую ячейку поставить доказательную медицину и озабочена сегодня генистов она вполне обусловлена конечно почему то есть речь идет о том что важнее допустим эпидемиология или доказательная медицина куда это и так далее мне кажется что точно так же как каждый из нас занимая разные должности мы находим место и свое применение точно так же я глубоко убежден хотя сегодня наша конференция посвящена эпидемиологии но я с такой же могу сказать уверенностью что куда вы возьмите возьмите семейную медицину возьмите терапию возьмите хирурги возьмите онкологию любую специальность и там и там имеются элементы доказательной медицины без которой на сегодняшний день фактически я не ставил свои цели но у меня на сегодняшний день записано что действительно доказательная медицина должна стать в основе в основе принимаемых управленческих решений лечебных решений биологических и так далее почему потому что она позволяет поднять огромный пласт информации которые накоплены мировым сообществом вот почему нужны рандомизированные исследования большому стыду и сожалению я не боюсь стыду в россии эти исследования как таковые я не хочу никого обидеть с моей точки зрения в чистом виде не проводятся потому что они стоят огромных денег огромных накоплений огромных участие огромных коллективов нам извините меня не до жира пользуются той информации которая сегодня мировое сообщество благодаря этой паутине интернету эта информация становится но принцип 7 раз отмеряем она действительно должна присутствовать и то что сегодня имеется поэтому мне кажется что это хороший обычный рабочий разговор дискуссии речь идет не об отрицании речь идет не о уничтожении и кто прав а речь идет просто определение места целей ну и дальнейшей тактики во всяком случае наших совместных мест самым лучшим судьей является время оно определит и точку и клеточку поэтому я думаю что мы будем очень рады прослушать сегодняшнее сообщение которое позволит хотя бы нам самим как-то но определиться и разложить у себя у каждого в голове по полочкам ну во всяком случае ту информацию которую мы получим поэтому я думаю что мы стоим на пороге отличных и глубоких сообщений которые прольют свет вот на эту непростую структуру пожалуйста спасибо Игорь Николаевич вы значительно облегчили мою задачу поскольку пол доклада это надо сказать да все таки я еще раз хочу привести то образовательный образовательный вот подписание болонской декларации нашей страной оно присвятило вот эпохальность и неизбежность в этих переменях и собственно перед нами всеми сказали задача о том что преподавать перед нами специалисты медико-патилактического и как преподавать и сейчас вот идет конференция медицинский форум первое премиарное заседание там ректор нашей академии Александр Александрович подчеркнул и говорил об этих проблемах потому что гармонизация это не значит следование единому как бы стандарту не унификация гармонизации поэтому наша задача это конечно на фоне глобализации высшего образования создание европейского образовательного пространства и так сказать рынка и так далее согласование методологических расходов учения и контроля знаний поскольку и здесь вот конечно доказательные цены методологические исследования они могут являться той базой где действительно вот в которой подходит единую какую-то методологию и и подход как формирование объема знаний так и способов подачи знаний и контроля и контроля поскольку доказательная медицина ее цель это оптимизация это не только так сказать направлено на решение профилактической и в такой же мере внедрение элементов доказательными доказательности во образовательные проценты доказательные 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 он появился в начале 90-х и появился в результате различных патологических подходов к медицине об этом говорил Вячеслав Васильевич в своем докладе и прежде всего конечно для педикологического клинического они взаимодополняющие обогащающие друг друга и педикологические исследования явились по базе основы основы которой появились эти метки доказательные сегодня педикологические исследования наверное по праву сочетаются в современном мире как основной инструмент системы здравоохранения позволяющий высветить все проблемы здравоохранения и найти пути к их решению вот конечно и научная работа и практическая работа должен владеть эпидемиологическими исследованиями и основными доказательными к сожалению у нас много статей даже эпидемиологичные особенно клинические которые не удерживают критики источник зрения построения поэтому не публикуются за рубежом нашей авгу не удерживают критики источник зрения доказательства дизайн следовательно не удерживают исследователи вы естественно поставили вопрос как в связи с переходом подписали балконской с европейской ассоциации университетов для медицинских университетов как самостоятельная специальность технологии представлены европейскому уровню в качестве европейского магистра науки опытехниологии но существует много разнообразий представлений да и Вячеслав Васильевич говорил о том что представления у нас в стране у нас в стране между ними точно что так и за границей много-многообразий в отношении что преподавать и количество часов естественно и программ программ университетов наверно это понятно поскольку преподавание в различных странах и в каждой стране на различных медицинских университетах в большей школе оно определено традициями сложившимися историей развития профилактической медицины в каждой стране но тем не менее вот я говорю что у нас в стране это специалисты профилактического профиля это врач это в общем-то наше достижение поскольку это позволяет действительно аналитически подходить университетов разрешение совсем другое чем университет он собственно обладает другим аппаратом совместно с с университетом поиск и действия направленность совершенствия формы преподавания с учетом современных наук и естественно баллонской конвенции внутренней внутренней причины также не только глобализация европейских процессов но внутренней причины они углубляют и диктуют необходимость расширения преподавания технологических исследований чтобы они заняли место в системе подготовки специалистов медико-предпроводческого центра поскольку задача особенно расширение задачи реформирования санитарных службов одна из основных задач это наблюдение за состоянием здорового населения прогнозирование его решение причин возникновения как инфекционных как инфекционных заболеваний что конечно значительно и разработка медико-предпроводов и конечно расширение углубления аналитической деятельности следующее требует и поэтому наша задача мы все это подготовка специалистов нового нового поколения владеющих всем спектом эпидемиологических исследований как инфекционных так и инфекционных патологий позволяющих определить причины и факторы риска заболеваемости и раздабатывать научно основные направления профилактики болезни человека и собственно если посмотреть как у нас на кафедре этот вопрос стоит и обстоял то мы всегда уделяем важное значение преподаванию эпидемиологических исследований другое дело что со временем менялось и формы и содержание вот этих всех процессов сегодня повторяем целый ряд методических пособий по этим вопросам достаточно хочу вспомнить программу по общей инфекционных и инфекционных заболеваний конец вот совсем в этом году вышла книга описательные психологические исследования в в лекции по общей инфекционной инфекционной заболеваний где признана педемиолога аналитическая специалиста как основная как основная деятельность мы сегодня и вчера первый день работы проблемной комиссии как раз рассматривали программу мы работали дополнение инфекционных программ по лечебному делу где внесен очень важный компонент это как раз преподавание более глубокое преподавание психологических исследований и основу доказательной инфекции вот новая программа которую вчера рассматривалась она как раз целью ее является подготовка выпускника владеющим базовыми знаниями по вопросам организации поведения психологических исследований использование принципов доказательности принятия обоснованных решений по поведению профилактических мероприятий поскольку программ направленность на студентов медиа предпочитателей необходимы для использования будущих профессиональных действий в учреждениях господин надзора и лечебных доказательных учреждений я не буду останавливаться на всех что должны уметь студенты подчеркну что для всех кто интересуется я могу бросить нафлежку на программу которая у меня в компьютере начну подчеркнуть что здесь блоки какие это экспериментальные аналитические исследования это система доказательств принципов доказательств принятия обоснованных решений по поведению профилактического наконец то все студенты не знают да и врачи практики это современные базы данных источники требования научно обоснованной информации это как составляют систематические обзоры что такое мета-анализ это правоприятические исследования анализируют научные статьи систематические обзоры как это научное построение мы ставим перед собой такую задачу со студентами специально алгоритмы разработаны где студенты занимаются этим вопросом и вот как я говорил что очень важно увеличить усилить компонент самостоятельной работы студента как раз как работы готовых способных все на этом вопросе доказательные цельные в службе не только специалистами депутаты медицины медики специалистами медицины они должны многим прижать умеряющие диагностические признаки различные лечебные основы но сегодня, к сожалению, если у нас большие подвижки, на месте профилактического факультета, непредполагаемое по стандартам всяких димитров вложения план, то на эпидемиологию и вообще на месте профилактического дела намечается значительное увеличение чисел, то на лечебном обучении на эпидемиологию всего 72 часа, и таких вот нет, вот не прослеживается тенденция к расширению количества, хотя это очень необходимо для увеличения компонентов, связанного с преподаванием эпидемиологической исследований, доказательной лекции. Наконец, мы проводим галактик. Галактик по эпидемиологическому исследованию давно, проводится уже где-то с 2000 года, но меняется, как я говорил, уже объем знания, структура и формы, так скажем, пронесения друзья. Если это было вначале, это лекарственные филипы, оперативные, это такое в нашем внимании, но сегодня, конечно, это действительно вот значительное жилье с привнесенными элементами доказательной медицины, с эпидемиологическими исследователями. Ведь многие, кто здесь сидит в зале, когда учились, институты уже не знают, не знали, что такое компонентное исследование, что такой случай контроля. Сейчас, кроме этого, программа построена таким образом, чтобы познакомиться по-настоящему. Вот те, кто интересуется этим вопросом, особенно еще и на лекции, чтобы познакомиться более глубоко со всеми вопросами, связанными с поведением исследований, эпидемиологических исследований. При этом выдержанная, это межкафедеральная программа, камера информационной статистики, медицинская информация и медицинского права. Здесь с олимпиадом выступила наша камера, модульные принципы обучения, модульные, в которых масса сегодня, так сказать, показана преимущества, в сравнении с обычными методами программы. И я не буду также, так сказать, здесь перечислять подробности, все связанные с задачами, с теми вопросов. По крайней мере, здесь, кто интересуется, можно будет переписать. Но, как один из компонентов есть, знакомство студентов из методики, предписание систематических авторов, например, охрановского сотрудничества. Есть у нас библиотека, охрановская, где мы отдаем возможность студентам, в этом, во всеми предсказаниям, мы, так сказать, руководителя охрановского отделения, кстати, его следующий доклад в России, то есть мы стараемся как-то наполнить вот этот вот раздел экологических исследований тем современным изучанием. Ну, кроме того, конечно же, новая технология, новая форма образования, это тоже очень важно. Это внедрение новых информационных технологий в теоретические исследования, завода программного диспетчика, создание обучающих, тестирующих, управляющих других технологий. Мы над этим тоже очень много работаем, есть определенные успехи. Хорошо, что у нас есть свой современный компьютерный технологий, есть диагнозы своя, из операционных, хотя бы на электронных, у нас есть, или же, пожалуйста, с ума чем. И есть возможность у нас информационных, действительно, пользоваться базами данных, вот этой, как я говорил, всемирной каучиной, интернетом, но мы пытаемся показать студентам, что там нужно, потому что при огромной множестве различных источников, а ежедневно, где-то, вот, с двух миллионов статей можно найти, то можно потеряться в этом опире, в море, в той информации, которая представлена в Европе. Друзья, я хотел бы, как бы, закончить, в общем-то, свое выступление тем, чтобы, конечно, реформирование и образование, и вы, что называли, и преподавание в мире, и прохозничество, оно не должно, тоже каким-то образом, быть, как бы, в гостином, не эволюция, это должно быть, не эволюция, это нормализация, оно должно быть операцией на существующем опыте развития. Отечественная эпидемиология, недаром называть русская наука, русская наука, вот, Валентина Лавровна, в следующей капитале, надо сказать, это его материалы, публикации, поскольку наши достижения, они огромные, и, в общем-то, пользуются, заслугуют, будут пользоваться всегда во всем мире. Поэтому наша задача, как бы, сохраняя и умножая отечественные традиции преподавания технологий, активно изучать и визуять мировой опыт подготовки специалистов в мире, но, повторяю, основа базируется на нашей отечественной традиции и на служебе. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что у нас после педы еще несколько докладов, в общем-то, это три доклада, два, так, где по кругу, все эти доклады, которые дают предыдущие на нашей отечественной традиции. Итак, сейчас слово для презентации имеет Василий Владимирович. Василий Владимирович Ласов, как я вот это в своем докладе сказал, выводитель охрановского отделения в России, профессор Бласов Василий Владимирович и главный научный сотрудник Центра патилактической медицины, да, Василий Владимирович? Я правильно все легали в вашем замке? Значит, доклады доказательной медицины и иммунологии. Пожалуйста. Спасибо. 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 Доказательная медицина не заменяется собой преподавание статистики и не является статистикой, хотя во всех книжках по доказательной медицине используются некоторые формулы и пишут формулы вычисления зрения. И, наконец, доказательная медицина не является способом исследования, она только дает врачу элементы понимания проведения исследований для того, чтобы он мог понимать исследовательские статистики. Но доказательная медицина может оказывать огромное влияние на то, как проводятся исследования. И доказательные специалисты по доказательной медицины, в частности, специалисты Украинского сотрудничества, они постоянно помогают медицинским специалистам проводить исследования правильно. Вот слева мы видим опять пример мета-анализа, только здесь такой кумулятивный мета-анализ. То есть, сверху первые исследования, а потом к нему прибавляются результаты все новых исследований, и в результате получается очень прочная ацетка доверительного интервала очень много. И вот смотрите, опротимин – хорошо известный и высокоэффективный препарат для лечения генерационных кровотечений и вообще кровотечений. Этот препарат исследовали в 64-х клинических испытаниях. В 64-х. И это считалось как бы нормальной практикой хирургической исследовательской работы. В то время, тогда уже после 12-го, кажется, после 12-го, уже было очевидно, что у него прекрасный, у него замечательный эффект. Значит, врачи проводили аморальные исследования, пациенты в контрольной группе не получали эффективного лекарства. И более того, они проводили ненужные исследования, они тратили свои силы, они тратили средства, из-за того, чтобы проводить никому не нужные испытания. То есть, доказательная медицина, подход от доказательности, он способен помогать практике научных исследований. Вот еще пример. Обобщение данных о выживании, о повышении больных сервисов. Сервис огромная эффективность, вмешательство невысока. И вы смотрите, был выполнен в этом анализ. И вы знаете, лучше клинических рекомендаций по введению больных сервисов выявляет, что абсолютное большинство вмешательств, которые обсуждаются в этих рекомендациях, они просто не исследованы настоящие. Они являются рекомендациями, которые специалисты дают в связи с своим пониманием проблем, в связи с своим опытом, но не базируют по настроям серьезных научных исследований. Дальше, пожалуйста. Теперь я хотел перейти в заключительные и самые болезненные для меня части доклада, а именно вопрос о глобальной подготовке к пандемии инфекционной болезни. Весной этого года улицы у многих городов нашей страны, Москвы со страшной силой, были загажены вот такой вот рекламой препараты Энгарон, который позиционировался как единственный препарат для протилактики и лечения грибы, в том числе птичьего происхождения. После того, как медицинская общественность восстала против этой некорректной рекламы, она была заменена в следующую, сейчас ее еще можно применить в Москве и на странице печати. Единственный препарат, который защитит вашу иммунитет. С точки зрения содержателя для специалистов, это безумный рост, защитит вашу иммунитет. Но, тем не менее, это все-таки лучше, чем вот этот вот акман. Что стоит за этим? За этим стоят огромные деньги, за этим стоит большая политика и, к сожалению, одно очень важное и сделанное в нашей стране дело. Дальше, пожалуйста. Да, ну, этот препарат, этот препарат Энтроферона Гамма, который против грибы не испытывался вообще, и, конечно, никаких оснований для того, чтобы его вообще позиционировать против грибы. Просто не существует дальше, пожалуйста. Как вы знаете, после 11 сентября и попыток использования этих сонных аргентов в качестве оружия террористов, и после того, как дальше было обнаружено, что люди умершие от испанки и сохранившиеся в замороженной земле, что они оказывают службу для гриппотипа, после этого обычное для эпидемиолога ожидание того, что, ну вот, скоро придет очередная эпидемия гриппа, да, оказалось другим качественно, оказалось ожиданием, возможно, очень опасной эпидемии. И вот по оценкам Всемирного банка 2006 года, это не самое лучшее, но просто одна из самых последних оценок, это должна быть катастрофа, это может быть катастрофа для всего мира по огромному количеству смертей и по огромному поражению для всей мировой экономической системы. Дальше, пожалуйста. Опыт истинный, общая дискуссия, которая развивалась здесь, но умирающая девушка, если помните, он просил государю передать, что англичане рули кирпичом нечистым. Так вот, я считаю, что вот ситуация с отсутствием национального плана подготовки потенциальной эпидемии опасного инфекционного заболевания, она является абсолютно нетерпимой. Это хуже, чем, короче, через практику, как уже терпичок. Спасибо. Спасибо, Василий Викторович. В общем-то, согласно, который, конечно, будет, наверное, на мысль, да, но в самом деле положении многие, наверное, не будут согласны. Это, естественно, с повикюра. Я лично не согласен с тем, что в России нет ничего, даже в плане профилактики и повредения пандемии гриппа. Будет ли она, тоже еще, в общем-то, вопрос, и лично, в общем-то, извините, существует на этот счет. И, в общем-то, сводится, что не будет, наверное, гриппича гриппа. Ну, я не специалист в области гриппа, вообще-то, мы еще гриппа, поэтому я не вернусь на цели в целом, но тем не менее, вот, выступления. Спасибо. Будет ли, да. Вот единственное, что, конечно, во первой части, вот здесь, это наша вина, Василий Викторович, что обидуем. Здесь все-таки специалисты медико-патологического профиля, а примеры были клинические, они очень эффективные и так далее, и доказательные. Но примеры были последованы в клинической практике. Поэтому они очень много, кстати, воспринимались в таблиторию, которая здесь была. Тем не менее, огромное спасибо за выступление. Уважаемые коллеги, значит, у нас следующее наступление, доклад, это заведующий у кадровой эпидемиологии Пермской Государственной Моицинской Академии, Дехана, факультетами, профилактического образецера и Викторинской Федру. Обык преподавания в клинической и науке в рамках общепрофессиональной подготовки студента по специальности в лечебной отделе. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, Александр Иванович. Да, мы спорим, да, у нас есть компоненция рассужденных, но тем не менее, я считаю, что это основание к развитию нашей науки, действительно, наша наука развивается. Поскольку конференция наша сегодняшняя имеет целью определить все-таки место нашей науки, науки и науки в системе медицинского образования, даже уже в системе преподавания доказателей медицины, поэтому я, много уже было сказано, поэтому я сокращусь, сразу вам говорю очень коротко, попробую поделиться пока еще маленьким опытом преподавания вопросов в клинической и генеологии на лечебном факультете. Будьте добры, следующий слайд, если так сразу следующий можно. И еще раз. Вот, хочу обратить ваше внимание на этот слайд. Прежде чем мы поступили к преподаванию в клинической эпидемиологии, мы очень долго думали. Все-таки доказательная медицина, клиническая эпидемиология, потому что на сегодняшний день, к сожалению, нет единого мнения. Поставить ли знак равенства между клинической эпидемиологией и доказательной медицины, либо это не совсем так. И вот, рассуждая по этим вопросам, мы все-таки пришли к тому, что доказательная медицина, это значительно шире, чем клиническая эпидемиология. Это, прежде всего, использование какой-то части нашего эпидемиологического метода в сочетании с математическими методами исследования. Вот это база для доказательной медицины. И совершенно прав был сегодня Игорь Николаевич, когда сказал, что доказательная медицина, это сегодня может использоваться там, где нам необходимо принимать какие-то управленческие решения. И мы считаем, что вот эта доказательная медицина, она сегодня может быть реализована на двух уровнях. Это на популяционном уровне. Тогда мы используем те принципы, которые сегодня уже неоднократно звучали, для эпидемиологической диагностики, для выявления факторов риска распространения заболеваемой системы, чтобы ее снизить. Мы ищем те популяционные риски, которым этот звук способствует, проходим оценку мероприятий профилактических и противоэпидемических, и, наконец, разрабатываем вопросы профилактики для снижения и ликвидации заболеваний. И вторая часть – это использование, опять-таки, основ доказательной медицины, но уже в клинической практике. И вот эта часть, мы считаем, может называться клинической эпидемиологией. Конечно же, как не наука, как и раздел даже науки, а просто как использование врачами-треницистами нашего эпидемиологического метода, а точнее части нашего эпидемиологического метода для принятия своих прямых решений, которые они обязаны принять у постели больного. То есть это правильно поставить диагноз, это правильно определить риск формирования данного заболевания в данном конкретном организме, это правильно выбрать препарат, который он должен использовать, и, наконец, определить вопросы индивидуальной профилактики. И вот решение для всех этих вопросов, оно должно сегодня проводиться на основах как раз доказательной медицины, и я не буду повторять, я думаю, что сегодня мы все уже это отчетливо понимаем. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше. 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 Это прежде всего преподавание эпидемиологического метода исследования, который идет в рамках общей программы на пятом курсе лечебного факультета. Здесь вы видите структурную структуру эпидемиологического метода, которую дает нам, объединенный на Черкасский. Мне кажется, он, в общем, дальше структурируется, исключение, оно позитивное, с ней не согласно, поэтому вы здесь не видите. Мы считаем, что нет целесообразного писательно-оценочной методы включать эпидемиологическое обследование чета. Поскольку эпидемиологическое обследование чета – это наш эпидемиологический метод, это неописательно-оценочный прием. Он предполагает использование и аналитических приемов, когда речь идет о особенно обножественном очаге или о той или иной вспышке. Вот эти методы мы разбираем, приемы классические – это как та база, на которой строится вся клиническая эпидемиология в дальнейшем. Вторая составляющая – это то, что получают наши студенты на курсе математики и на курсе информатики. Вот на этих двух, так сказать, китах и выстраивается дальше клиническая технология. Следующий слайд. Дальше, пожалуйста. Дальше. Да, кстати, скоро количество часов очень ограничено. Часть материалов по освоению эпидемиологического метода исследования мы вносим для студентов лечебного факультета на самостоятельную работу студентов. Вот это две темы, которые обеспечены методически, и студенты отрабатывают их самостоятельно. Дальше, пожалуйста. Ну, а дальше… Так, нет, дальше, дальше. Вот. И, наконец, на пятом курсе у нас введен элитит в клинической эпидемиологии, который мы преподаем в течение двух дней. Он отвечает всем требованиям элитита, то есть он не повторяет учебную программу на этот раз. Второе – это дисциплина по выбору, то есть часть студентов проходит эту дисциплину. И третье – это то, что она обязательно, то есть зачет, без этого элитита студентов обучить не мог. Первый год, когда мы включили следующий слайд, пожалуйста, для обеспечения этого элитита была создана программа на психологическом эпидемиологии, который ждет на его следующий слайд, и на нашей кафедре разработана учебная пособие по клинической эпидемиологии, которая содержит и тестовые контроли, и ситуационные задачи, мы разбираем все принципы, основные доказательные медицины применительно больного. Ну и, наверное, вот я на этом совершу, потому что устали все. Я единственное, что хочу сказать. В этот год мы проработали два года. Первый год у нас на элитит записали 10 человек, 13-14, то есть это одна группа. В этом году уже имели 38 человек с лечебного факультета, которые записались на наши лекции. И последствия этого этого таковы, что мы сегодня имеем целый поток аспирантов и ординаторов, занимающихся научными исследованиями на другие капиталы. То есть это не аспирантура по эпидемиологии, а аспирантура по другим специальностям, которые приходят на нашу капитал для того, чтобы получить уильевую консультацию. Поэтому, в общем-то, мы твердо убеждены в том, что основы доказательной медицины, основы должны преподаваться на практике эпидемиологии, потому что в основе все-таки лежит эпидемиологический метод. Нет статистики, которые мы используем в практике, в одну часть. А вот дальше уже развитие основ доказательной медицины, естественно, должны подходить все другие клинические специалисты. Спасибо. 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 Дорогие друзья, у нас остался еще один доклад, последний доклад, верующий перейти потом уже в другую часть, в часть обсудения. Вопросов пока не было с докладчиками. Так что если они поступят, тогда в процессе обсудения можно будет ответить на вопросы. Значит, у нас еще один доклад, это доклад, есть у нас такой факультет, я боюсь, что он будет темно, что он, но он в правиле, это сфорохранительство, да? Профессор Сентина. Преподавание модуля основы эпидемиологии, профессионального образования в организации сфорохранения и общественного здравоохранения, после перейтломной модуля, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я представляю, как можно более кратко, и я представляю сегодня опыт преподавания эпидемиологических методов исследования, потому что мы вкладывали этот смысл, вот в название этого модуля, на после перейтломной модуля для организации сфорохранения. Для молодых, поскольку у нас есть клиническая орбинатура двухгодичная, и для стажировных специалистов, да, которые уже занимаются практической работой. Я представляю главным образом опыты кафедры общественного здравоохранения факультета болезнь и здравоохранения, которую говорит профессор Суцова и Дмитрия Фенна. Можете сразу первый слайд, пожалуйста. Мы первый вариант программы по основе эпидемиологии, сначала она называлась основа эпидемиологии неинфекционных болезней. Мы сделали около 9 лет назад, и задачей нашей было обучить специалистов в области общественного здоровья более объективным методом принятия решений. Для этого, как выяснилось, им необходимо знать, как строятся научные исследования по оценке вмешательств, как медицинских вмешательств, так и вмешательств популяционных, психологических, потому что решения, которые сегодня поднимают организаторы здравоохранения, управленческие решения, вынуждают их анализировать информацию об эффективности, безопасности различных технологий, которые используются в здравоохранении. Да, это эти любые программы национальные, это и скрининг, это и разработка стандартов медицинской помощи. Везде они должны понимать, как отбирать информацию. И наша задача была как раз обучить специалистов наукам, главным образом критического анализа научных публикаций, имеющихся данных, отсюда необходимость понимания методов построения исследований, статистика как инструмент. Да, вот это мы главным образом вкладывали в свое представление об основах эпидемиологии. Инфекционные болезни потом отпали в ходе времени. Здесь на слайде представлены наши программы, в которые входят элементы эпидемиологии. Главное, конечно, это клиническая орбинатура, где довольно большой модуль по основе эпидемиологии 72 часа и еще большой модуль по методологической статистике тоже 72 часа. Ну и дальше зависит от вида обучения, вида подготовки. Количество часов, естественно, уменьшается, но мы стараемся все равно освещать вот эти вопросы основы эпидемиологии, о чем я сейчас очень коротко расскажу, что мы вкладываем в этот модуль, статистика и концепция доказательной медицины как идеология, да, идеология медицинской практики. Дальше, пожалуйста. Мы таким образом сформулировали свою цель, я немножко неформально ее уже озвучила. Мы поставили свою целью научить слушателей использовать результаты эпидемиологических исследований для принятия решений, предполагирования организации работ в системе охраны здоровья. Да, и отсюда наши учебные задачи, то есть мы стараемся научить наших госантов и наших координаторов анализировать и интерпретировать результаты эпидемиологических исследований, оценить любые доказательности результатов исследований, вероятность наличия взаимосвязи между причинами и следствием, да, и планировать исследования, которые необходимы для получения доказательств эффективности медицинских и организационных, профилактических вмешательств. Ну и отсюда, естественно, мы сформулировали и необходимые знания тоже. Они, в общем, если говорят в перечне, включены в темы эти понятия, то они близки к тому, что, как раз мы говорили, когда говорили о программе преподавания, это элементы доказательств медицины. Мы, в общем, рассказываем, где же понятия, да, мандемизируемые испытания, систематический обзор, эпидемиологический переход, да, относительно абсолютный риск методов ускорения исследований. Дальше. Наш фонд состоит из четырех основных тем. Это эпидемиология как наука и эпидемиологические методы исследования. Это обработка и анализ данных эпидемиологических исследований. Это клинические эпидемиологии, эпидемиологические аспекты скрининга и понятия причинно-следственных связей. И четвертый – концепция доказательной медицины и применения эпидемиологических методов исследований в общественном здоровье и здравоохранении. Конечно, по каждой теме нам разработаны задачи. Следующий можно сказать, пожалуйста. Задачи и главным образом проблемно ориентируемы. То есть слушателям предлагается проблема, на решение которой они должны использовать полученные знания и науки. Ну, вот в качестве примера я привожу такой фрагмент. Им предлагается текстовая задача. Для описки ситуации они должны принять решение в собранности скрининга наличия определенной группы населения. И при выполнении задачи они должны некоторые показатели рассчитать. В этой задаче, например, они рассчитывают подносительную ценность диагностических тестов. Они рассчитывают стоимость выявленного случая ВИЧ-инфекции. И дальше они должны предложить свое решение. На основании полученных данных они отобретают программ по условиям задачи или нет. По такому же типу строятся задачи по всем остальным разделам модуля. Дальше, пожалуйста. Кроме этого, у нас существует контрольное занятие. Оно объединенное по модулю основы эпидемиологии и эпидемиологической статистики. Это критический анализ научных статьев. Мы используем статьи как по патологическим методам, по функционным вмешательствам, так и статьи по оценке медицинской эффективности отдельных вмешательств. Поскольку, как я уже упоминала, много решений сразу с рекомендацией терапевых технологий. И секондарты, и протоколы. И они должны понимать, как оценивать эффективность медицинских вмешательств тоже. То есть, панические компоненты здесь присутствуют. И слушатели оценивают статью. Они оценивают качество построения исследования. Они высказывают свое мнение об оценке достоверности результатов, которые представляют авторы. И они должны сделать вывод, насколько эта статья может быть практически значимой на них при уже конкретной практике. Ну, и, наконец, появляются окончательно навыки на этапе выполнения дипломной работы. А поскольку наши слушатели, ординаторы, они завершают обучение выполнения дипломной работы и их публичной защиты готов, и там они могут провести свое исследование. Там есть несколько разных типов. Исследование, в том числе, это может быть дипломатические исследования. Но, в частности, они могут провести свое исследование в эпидемиологическом, по оценке состояния здоровья, по оценке эффективности какой-то технологии. Таких исследований довольно много. Они выполняют на практической базе. И здесь они демонстрируют, что они приобрели те навыки, которые мы их обучали во время нахождения модуля. Естественно, что в других программах, которые меньше по продолжительности, чем в дипломатической ординатуре, у нас нет возможности проводить такой полноценный цикл. Тогда мы стараемся, в зависимости от категории слушателей, выбрать наиболее значимые, вратимые специалисты моменты. Но структура остается прежней. Ну, если решающий слайд, пожалуйста, разработанное учебное пособие по эпидемиологии и статистическому анализу общественного здоровья управления здравоохранением автора профессора Целцова, Игорь Ивановича Старновской. Я тоже приняла участие. И вот в учебном пособии, собственно, отражены все эти вопросы, о которых я рассказывала. Мы, на самом деле, со своей стороны, наша задача была, чтобы максимально, качественно была возможность на сегодняшний день принимать любые решения здравоохранения. И, может быть, нам кажется, не столь важно, как в общем называют эту науку, которая занимается исследованиями медицинскими, качеством этих исследований, построением этих исследований. Но совершенно очевидно, что на сегодняшний день этих знаний не хватает среди выпускников, среди практических специалистов. И вот это мы и видим как свою задачу, чтобы качество науки в целом, которое в дальнейшем используется как подтверждение практики, как основа до практики, чтобы он был выше. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. . 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 Заведующий академик Виталович 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 Виталович. Виталович 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 В Вы знаете, я вообще сегодня собираюсь договориться с этим, но меня очень полагали слова нашего членов, который мечтали, потому что я во многом разделяю его с точки зрения позиции. И вы знаете, действительно, надо помнить, что эти технологии – это наша наука, русская наука, российская наука. Мы им подарили миру, и на самом деле все страны горожат тоже признали на наших правоохранениях и премии, и мы как наука. И не случайно, можно с этим спорить, вот я не считаю, что это правильно, там, кинемиология инфекционных заболеваний, сейчас появится даже кинемиология ввле, и на самом деле такие доклады есть еще. Это говорит о том, что те методы и те подходы, которые ученые кинемиологии нашей отечественной разработали, они оказались полезны всем, и не только те, кто рассмотрит полностью инфекционные заболевания. А вот что касается инфекционных заболеваний, то есть действительно, посмотрите, в последнее время все больше и больше данных, которые работают, как говорится, в каждой шуме есть тоже шум. Ведь на самом деле, смотрите, кто раньше относил к инфекционным болезням и газов, например, или кем-то карциному печени, а это ведь инфекционные, по своей сути, заболевания. И, значит, бороться с ними и подходить к ним нужно с точки зрения инфекционного врача, терапии и патронов, я уже не говорю о качестве инфекционного образования. Да, и на самом деле, мы, скажем, говорим сейчас, это ведь инфекционный процесс, а значит, и бороться с ними, и разрабатывать мероприятия профилактические нужно использовать методы и подходить к инфекционному врачу. И это очень важно. И, конечно, мы всегда созвываем о том, как я читаю, я читаю грузологию на кафедре, и всегда, когда я читаю что-то в тексте, я всегда такое чувство, что я как бы отбираю хлеб у своих коллег определенных, потому что совершенно невозможно прочесть лекцию по, скажем, вирусологии, там, ВИЧ-инфекции или вирусных гепатитов, никаким образом не затронуть их генеологическим процессом. Это совершенно невозможно. И вот то, что, наконец, такой модуль создан и уже существует, это очень важно. Очень важно согласовать, потому что мы, в общем, так получилось, что вначале студенты изучают генеологию, а потом приходят на эпидемиологию. И вот, опять-таки, очень важно, чтобы они понимали роль эпидемиологии в борьбе с инфекционными болезнями сразу. Уже даже изучают генеологию, уже даже изучают генеологические методы, чтобы они... Вот, ну, представляете, если генеология, нельзя представить это все целиком, всю эту картину. Это не мой инфекционный заболеватель. Но как его можно ограничить, а то вирусологии, там, генеологические процессы, на котором они не затронулились, происходит. Это невозможно. Поэтому, он бегает, это очень важный шаг, который мы сделали. И я думаю, что он принесет определенную помощь. В общем, в этот день я хочу вам рассказать большое спасибо за все то, что вы все сделали, за все стороны, за эти карты. Ну, и я еще директор института, имени Месенького, да, вакцины сывороток. И вот, должен вам сказать, что испытывая новые вакцины со здоровьем, невозможно тоже опять не опираться на эпидемиологические знания. То есть, все наши работы, испытания не обязательно проводятся или в месте Центрального института эпидемиологии, или с кафедрами, или со специалистами для области, потому что без этого совершенно невозможно обойтись, и как можно, вот, без связи с этими динаморками, и в нашем институте в том числе. Спасибо за вашу работу. И в этот день привели от нас и от кафедры, и от института, и от отделения антибиологической медицины. Пожелаем вам удобного здоровья, успехов. Они у вас есть всегда, вообще, в кафедре, в кафедре, в кафедре, есть чем гордиться. Я, честно говоря, не знаю, какой такой кафедр. Столько интересных графов, столько учебников, столько книг. Всегда очень приятно. Потому что написано, не просто в кафедре, а мне написано сердце. Поэтому огромное вам спасибо, счастья вам, и всем вам. Спасибо большое. Здесь у нас присутствует председатель нашей экстреминационной комиссии по медиологии и ингигенции Юрий Анатольевич Рахманин. Академик Юрий Анатольевич Рахманин, директор Института экологии человека. И, как он называется, еще там, в медицинском. Юрий Анатольевич, пожалуйста. С удовольствием. Спасибо, что ты приятно. Поскольку Юрий Анатольевич у нас в этом году, он был председателем государственной экстреминационной комиссии. Мы, как всегда, в общем-то, под его руководством выдержали вот этот натиск. И даже успехи, по-моему, были лучше, чем в прошлом году. Во многом благодаря Юрию Анатольевичу. Спасибо. Уважаемые коллеги, я сначала хотел бы сказать несколько слов в порядке дискуссии и выступить в двух лицах. Во-первых, как студент-адмаматор, там, где мы находимся. И благодарность вам сказать о тех глубочайших знаниях, в частности, в области эпидемиологии, которые мы получили здесь, в Московской медицинской области. И, во-вторых, как директор института экологии человеку-гену в окружающей среде, нужно сказать, что когда мы рассмотрели вопросы об изменении названия нашего института с общим коммунами гены на экологию человеку-гену в окружающей среде, то именно в понятии экологии закладывалось огромное эпидемиологическое составляющие. То есть это не только изучение механизмов, но и основных законодательных формирования технических процессов, связанных с влиянием, то есть факторов окружающей среды на здоровье населения. И, конечно, все виды биологических воздействий, и вирусные, и бактериальные, и процитарные института, и развивающаяся интенсивно неэффективная эпидемиология. И сегодня без знания основ эпидемиологии невозможно разобраться со сложными влияниями факторов окружающей среды неэффективной природы на здоровье населения, которое приобретает порой эпидемический характер. И если мы возьмем даже трепетий график, то нужно сказать, что лишь только в четверг мы отметили 75-летие нашего института, который был основан в 1931 году. И нужно сказать, что все это относится к определенному периоду, когда этим вопросом было тут немного засадя внимание еще на основе торгов здраво, в Гинзе, который считывал, и откуда в этой статье такие профилактические и эпидемиологические настроения. Вот вчера, по-моему, когда мы говорили с Валентином Ивановичем, он сказал, конечно, гена стареют эпидемиологии, эпидемиология как бы вышла из понятия гена, но эпидемиология является будто вентарем, а краеугольным каплем всей профилактической медицины и медицинской исследований. Поэтому сегодня позначили, а нас занимает, конечно, ведущее место в нашем адресе, наряду с теплыми словами, на сосудах и капитами, подчеркиваю одну мысль, что большинство ученых нашего института познали историю учения о технологическом процессе в стенах ваших капиталов. Все они охранят чувство благодарности преподавателям в капитале, которые всегда отличаются высоким профессионализмом, богатой эрудицией, положительной энергетикой, обаятным чувством юмора и преданности своему великому судилу. И вот это, значит, знаменательное юбилею со всей души вас поздравляет. Значит, здесь вот имеется, значит, база архипельских времен, она для медицины такая же древняя, как и эпидемиология медиацены. Там есть виды замечательных нашей природы, еще судьи, и это вот для медицины для Устина Ивановича. Мы сожалеем, что его сегодня нету, но вчера его видели, и он был в прекрасной форме. Это удивительный человек, это президент, делавший эпоху в нашей Российской Академии Медицинских Наук. Мы очень любим, и он делает очень много для того, чтобы ему эта гайкера имела такие замечательные имена, наряду с эстетическими именами, те, которые отмечались в притужине один раз, имя Валентина Ивановича Спокрова. Если ему и вам всем поклон. Спасибо большое, Илья Ахалик. Спасибо большое. Возвольте мне предоставить слово заместителю директора Центральной института эпидемиологии, руководителем которого является наш заведующий Капина и Поповский мужчина, удивительной, обаянной, интересной женщине, первым корреспондентом Российской Академии Суцком, Елисей Ильичев. Елисей Ильичев. Это очень важно, что у нас есть 8 людей. Мы всем поздравляем его. Я думаю, что если мы от всего августа еще раз поздравим нас, Илья Алексеевна Васильевна, и пожелаем вам остаться такой шаг. Молодой, красивый, обаятельный. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы с Леонидом хотели вообще тоже участвовать в дискуссии, но академики, которые выступили здесь, академик Зверев, академик Шкальчик, академик Рахманин, они четко стояли позиции отечественной педемиологии. И все то, что сегодня говорилось, доказательная медицина, педемиологии, инфекционных болезней, это все, как говорится, можно говорить о методах, но не отрицает суть нашей отечественной педемиологии. Спасибо вам большое, что вы сказали об этом, поэтому лучше останавливаться на этом. Теперь я хотела последующую поздравить в кафедре науки с таким сломым юбилеем. 75 лет. Это отрубная история, и в академии кафедры стояли великие умы России. Мы считаем, что в феврозном, во-первых, в этом году явилось назначение заведующих кафедр президента Российской академии медицинских наук профессора Батрульского и Дмитрия Владимировича. Сдоровья, счастья, что все у нас было хорошо. Я хотела бы от имени сотрудников нашего лица, которые очень многие кончали Московскую мастерскую академию, в том числе и я, именно в кафедре педемиологии выразить огромную благодарность за те знания, которые они нам дали, и которые мы воплотили в жизнь, и очень старались все время проводить именно именно ту политику, которую проходят в кафедрах педемиологии. Низкина Владимировна. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие коллеги, у нас присутствует для заседания дирекция, заместитель директора научно-следовательского центра Московской медицинской академии профессор Толгар Шагуринович Небарь. Толгар Шагуринович, пожалуйста. Много уважаемый Николай Иванович, уважаемый высоким резидентом, любимый коллектив, кафедра педемиологии, гости. Всем присутствующим на месте взятия является аксиомы. то, что любая педагогика, любое преподавание эпидемиологии, любой другой дисциплины базируется на данных научных исследований. И я пришел, и мой приход, приход представителей дирекции научно-исследовательского центра Московской медицинской академии является символом того, что именно в области науки, научных исследований ваша кафедра, наша родная кафедра эпидемиологии, является или состоит передовым, и она среди более чем 150 кафедр академии. Мы вам и гордимся, мы этим гордимся именно благодаря научным исследованиям, учебно-методическое работа на академии, уровень преподавания находится на самом высоком уровне. И день юбилея, конечно, мы от всей души поздравляем весь наш надпой коллектив. Академик Грачев, Сергей Витальевич, к сожалению, в эту минуту находится в правительстве, подписал очень такой многословный или наоборот малословный, но очень неемкий. Адрес, адрес Валентия Ивановича, глубоко уважаемый Валентия Ивановича, глубоко уважаемый коллектив КАКТОВИН. Примите, пожалуйста, за адрес. Адрес, но, конечно, в таких случаях полагается небольшой свидетель и достойно походу к Адресу. Большое вам спасибо. Привет, всем коллективом КАКТОВИН. Спасибо. Дорогие коллеги, на заседании нарубленной коалиции присутствует 30 заведующих кафедра. Правда, это не все заведующие кафедры педагогологии, поскольку есть еще и курсы педагогологии. Но курсы педагогологии прикачивают все не болезнь. Но прицеп руководителя вот кафедры педагогологии и какие возможности по определенным какого-то варианта и по-насторону пожалуйста, что мы работаем местом как раз не есть не 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 Спасибо. 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 И мы снооперировались с нашей Башкортостаном и решили северную столицу и столицу Башкортостана объединить и поздравить нашу коллекцию. Слава тебе! Мы очень вас любим, учимся у вас постоянно и надеемся, что будем учиться и дальше, и совместно работаем. Всего вам доброго! По-маяковскому, прости вам очень долго! Я хочу посмотреть, что учиться, мы будем друг у друга принимать опыты, поэтому вы у нас, вы у вас, да? Только на таких вот этапах. Спасибо большое! Здесь, да, комперация, да, камера. Это не просто камера, это цифровой, цифровая кадра. Ну, британский подарок. Спасибо большое! Спасибо! 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 Спасибо большое! Спасибо! Ну, вы видите, он ни с кем город не ест, ни с кем город не ест. Ни с кем-то не перевернут. Ни с кем. Ни с кем. Нет, поздравляйтесь! Спасибо! 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 У нас все присутствуют еще картина родственная, а также картина, представители картины, картины и технологии после дипломного факультета в нашем Великобритании. Венеем Лазарьковых медицинских академии, Венеем Лазарькович. И в Казьке, Медеем Лазарькович Казьковый, вот, что приболел, да, и получил в своих сотрудников в гости. Я хочу сказать, что физически Геннадьевича нет, но нам очень приятно, что не только дух, но и мысли здесь присутствуют. Они были даже на слайдах, которые мы видели. И я думаю, чтобы не втягиваться в дискуссию, Геннадьевич в своих многочисленных работах дал четкий ответ на те вопросы, которые здесь обсуждаются. Я только коротко хочу сказать, один персонаж Магера сказал, что я как-то не знал, что я всю жизнь говорю прозволь. Вот я хочу сказать, что мы, оказывается, не знаем, что мы всю жизнь говорим доказательные медицины. Поэтому наша эпидемиология и вообще советская медицина, она была всегда очень обоснованной и доказательной. А успехи советской эпидемиологии настолько крепки, как очень правильно сказал академик Зверин, что до сих пор еще сломать это не удается. Я надеюсь, что и в дальнейшем будет наша эпидемиология процветать. Я хочу подчеркнуть, что наша кафедра является самой родственной кафедрой нашего юмилея, потому что она называется тоже кафедрой эпидемиологии, тоже московской академии медицинской и медицинской, только в том числе в локациональном образовании. Наши родственные связи очень велики. Мы имеем массу творческих и личных контактов и от имени Беларширкасского и всех сотрудников кафедры. Разрешите вам вручить лично написанный адрес. Там тоже много очень нужного и интересного сказано. И вручить вам красивый букет для того, чтобы у нас были не только дизайн экологических исследований, но и дизайн... Красивый. Да, да, да. Желаю вам успехов и прежде всего здоровья. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу... Немножко после поздравления вечера, хотел бы готовить еще вещи, которые мы не сделали. Дело в том, что мы не видели с вами решение, решение в создании правильной комиссии. Есть такое предложение. У нас создана рабочая комиссия, реакционная верная комиссия в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. Протест не успело. Билл Пауна, председатель этой комиссии. Есть такое предложение о том, что все выставленные замечания вчера, вот было активно, сегодня. Вот протокол делался поручить рецептационной комиссии сформулировать и сформировать, в общем-то, решение правильной комиссии. Разрослать всех членов, чтобы все, кстати, еще раз подключать. И после этого уже произведение внутренних действий сформулировать. Нет таких, есть ли, нет возражений по стакану? Пошли. Нет. Нет, да? Поднимается. Хорошо, спасибо большое. Вот очень хотелось, хотели бы тоже нас поздравить, чтобы сказать еще другое, это и по кругу лет управления здравоохранения. Пожалуйста. Спасибо, Ирина Игоревна Касапутовская. Ну, у нас это сам будет, вообще-то, с Викторией Дубоярской. Я как раз хотела начать с того, что мы благодарны предметам и как науки за то, что мы создали такие предметы. Ну, вот Ирина Игоревна, она является внучкой Ольги Леонида Мюфея, которая была одним из первых сотрудников создания Касапутов. Кроме того, мы все, вот все здесь присутствующие с нашего факультета, с нашей Касапуты, все учились на Касапуте и медиологии. Все пришли, когда был сам Касапут Иван Иванович Елкин. Все учились и работали вместе с Виталем Ивановичем и Елковым. Моя дочка уже училась, когда Валентин Иванович в Акросске. Несмотря на то, что такие разные периоды, разные годы, всегда и от нас, и от младших коллеги самые теплые, хорошие слова о том, что мы не забыли эпидемиологию и применили ее вместе с доказательной медициной в общественном здоровье. Дорогие педагогики, конечно, мы все подготовили вам самые теплые слова в адресе. Желаем всего самого хорошего. Лидерства, здоровья, удачи, успеха с ним и такого же хорошего взаимоотношения со всеми качествами, которые мы ощущаем. Всего самого. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, это же преступление, да, вы слышите, о том, насколько вообще проблемы, которые они вместе расслаблены. Так что будем мерзать, будем вместе работать дальше. Спасибо большое. Спасибо. Наконец, у нас сегодня присутствует еще представитель новой капельной, капельной, которую он стабилирован на всех этапах, вот здесь. Глава, как картина является Шахтов и Гарболизович, академик Шахтов и Гарболизович. Ну, смело, Светлана Леонидовна, трава у картина Гарболизовича по капельной, капельной космической медицины. Женый Гарболизович, от имени академика Рушакова, заведующего Катево, и от имени коллектива всей нашей новой и молодой Катерины, мы хотим сейчас здравоохраниться в Катево, и сфалат, и в Катерине. На Катерине работают замечательные творческие, соинтересованные люди, которые оказали нам большую поддержку во время нашего становления. И вот наш подарок, он такой, несколько символический. Что это такое, я сейчас подниму. Подниму. Во-первых, это плохо. Вот в сегодняшнем выступлении много говорили о сопротивлениях. Я ответствую за его сопротивления. Вот говорили о результате каких-то сомнительных препаратов, которые повышают иммунитет. И болен с птичьим гриппом, с другими формами гриппа. А в средние века копейки проходили проще. С их длинными морозами с помощью колокольного сбора. Считается, что колокольный сбор отгоняет интенсивные начала, и в газе в этом обморя, и в тех, кто и как бы обходили много дырек. Вот мы желаем, как и без демиологии, без демиологии, несколько привилок в городскую сентябрь, с помощью колокольного сбора. Это одна сторона, а во-вторых, это рынка с удовольствием. И механизм, и великим кафедрой. Вот учащиеся педагоги, молодежь, Николая Павловича, и Аня Яковлевна, и всему красивому кафедрой, для того, чтобы угородскому кафедрой было легче выбирать активно методические вещания. Так что вас поздравляем и желаем счастья, здоровья, процветания, и за вас, какие-нибудь творческие, молодые, красивые, и всего-всего вам хорошего. Спасибо. Если мы вспомним историю, да, то зрение легает, это была одна из способов отец эпидемии, любитель колокола. Помните, да, не хочется, и, кстати, объяснение причины эпидемии, азматическое. И реальность, слушая, били в колокола, в пихо, 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 в пихо. У нас присутствует сегодня американский факультет, корпус американский факультет, присутствует плеярный геонистов. И выше нас, на всем этажом, чуть-чуть выше подняться, капитаном общей гееной, которую руководит Академия Геннадий Иванович Румянцев. Вот присутствует сотрудник, Николай Иванович Кохоров, профессор капитаном, руководитель учебной части у нас в институте, в семье, в пихо. Ну, уважаемые, Владимир Иванович, уважаемые сотрудники КАЗ и все сотрудники КАЗ, родственные КАЗ. Я надеюсь, что мы должны быть только родственные, дружественные и братские КАЗ. Мы все представляем, как такой действительно известный геен. Мне хотелось бы отравить всех сотрудников нашей КАЗ и это поздравить, и вас лично, и Канюк-Палитин, как и в семье, и в семье, и в семье, и в семье еще для каждого на юность. Сотрудники вашей КАЗ, как и в науки и в преподавании, что, в общем-то, не двигалось сюда науку и гемеологию, Преподавание у педагогии не столько трудно иметь мысли, сколько трудно иметь передать. Поэтому преподаватель – это золотой форт, золотой форт эпидемиологии. И поэтому хочу передать сердечные поздравления, пожелания от каждой гигиены, общей гигиены. Ну и параллельно также хотел бы передать поздравление от учебно-организационного отдела нашей академии. Все сотрудники вас очень уважают и любят. И поэтому желаем вам счастья, здоровья и процветания вашим детям. Спасибо. 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 Спасибо.